уважаемые лидеры еще раз всем добрый день у нас не получилось сегодня выйти в эфир как мы уже говорили причины на то скорее всего глобального масштаба да то есть связано с работой в принципе сервиса youtube в россии но мы не будем делать из этого проблему я уверен и в качестве компенсации мне придется рассказать вам сегодня еще более интересную и ценную информацию даже которая не собирался с вами сегодня делиться поэтому давайте начнем уже тогда без дополнительных вступлений до с реферальной программой и с нашими предыдущими вебинарами я уверен все хорошо знакомы поэтому сегодня мы с вами будем разбирать процессы которые уже имеют непосредственное отношение к первым шагам на платформе то есть как и было анонсировано но прежде чем мы уже перейдем непосредственно к интерфейсу позвольте напомнить вам достаточно важную информацию которая связана с особенностями регистрации именно наших существующих партнеров в компании тяньши и давайте обратим еще раз на это внимание вы могли это видеть по предыдущим по предыдущим нашим записям но тем не менее поскольку это супер важный мы не будем в течение сегодняшнего мероприятия неоднократно к этому возвращаться давайте начнем с базовой информации и так вы все помните что льготные условия получения статусов на платформе смогут получить наши существующие партнеры компании тяньши практически с любого статуса то есть пять звезд и ниже получают статус рубин 6 звезд и 7 звезд изумруд от 8 звезд до серебряного льва бриллиант и золотые львы и выше при условии ежемесячного подтверждения активности золотого льва в третьем квартале двадцатого года получают максимально возможный статус на платформе это черный бриллиант обращаю здесь особенное внимание что речь идет именно о подтверждение статуса золотого льва то есть золотые львы со звездами почетные члены правления заслуженные почетные члены правления при аттестации вот при вы на выполнение этого условия должны подтверждать активность именно золотого льва период который отведен именно для этой льготной регистрации у нас как было объявлено ранее три месяца и сейчас вы можете увидеть уже конкретные даты да то есть не абстрактные три месяца с момента запуска а именно с 17 декабря 2020 года по 16 марта 2020 года вот этот трехмесячный период ну и наконец кроме наличия статуса существующего до дистрибьютора тяги необходимо выполнить дополнительные условия ну естественно как минимум зарегистрироваться на новой платформе электронной коммерции ввести свой айди номер и номер наставника в специальном разделе личного кабинета о том как это сделать в приложении и на веб-версии то есть на сайте мы с вами сегодня обязательно поговорим очень подробно ну и также в течение льготного периода необходимо разместить заказ на сумму не менее 20 баллов все это в комплексе позволит вам не только зарегистрироваться не только номинально получить этот льготный статус но и подтвердить его и использовать в своих дальнейших взаимоотношениях сервисом еще одно важное примечание то есть в течение этих трех месяцев после запуска расчет вознаграждения будет осуществляться в соответствии с принципом уже сложившихся взаимосвязей до с высшестоящей линии активировавших свой статус наставников и после трех месяцев не активированные участники то есть один и номера удаляются с компрессии то есть даже если вы зарегистрировались но не выполнили остальные условия то есть не разместили закупку это не будет считаться подтвержденным льготным статусом и в этом случае структура будет подвержена компрессии поэтому крайне важно именно в первые три месяца выполнить все условия которые мы с вами имели возможность увидеть на предыдущем слайде ну и принципе наверняка вы все уже хорошо знаете также важная информация мы об этом тоже говорили но здесь невозможно излишне привлечь к этому внимание поскольку но это крайне важно и так о чем собственно речь условием получения вознаграждения но это вы наверняка понимаете является покупка на сумму не менее 20 баллов это есть в условиях аттестации ну и как бы именно сигналом к тому что вознаграждение может быть получено пользователем платформы является появление этого вознаграждения в соответствующем разделе мы об этом тоже с вами сегодня поговорим ну и истечение срока возврата ну и собственно та важная информация которая все анонсирую но никак не скажу первый месяц с даты запуска платформы то есть 17 декабря двадцатого года по 16 января двадцать первого года то есть раньше мы говорили первый месяц не обозначая даты сейчас мы проговариваем с вами точные даты будет применяться особенный режим начисления вознаграждения в чем его особенность платформа gtm м сервис gtm м устроен таким образом что расчет вознаграждения происходит сразу же после проведения объема приглашенным лицом либо вами и для того чтобы в первые месяцы до с учетом большого количества наших партнеров которые будут регистрироваться на сервис и не было какого излишней какой-то нервозности для того чтобы вы не составляли списки очередности регистрации на платформе именно в течение первого месяца это вознаграждение не будет рассчитываться в режиме онлайн то есть вы можете в произвольном порядке но естественно не затягивая этот процесс в произвольном порядке регистрироваться своей структурой в gtm и после истечения первого месяца именно 17 декабря как я уже сказал по 16 января 21 года после истечения 30 дней произойдет первый расчет вознаграждения в дальнейшем все будет происходить в режиме онлайн а эта задержка как я еще как я уже вам проговорил связано именно с желанием компании предоставить комфортные условия регистрации для наших существующих партнеров и так это небольшая вводная часть которая необходима для тех кто возможно не знаком с этой информации ну и для лучшего понимания некоторых моментов связанных с регистрацией на платформе и мы сейчас уже с вами переходим непосредственно к изучению изучению инструкции интерфейса приложения и веб-версии сервиса сегодня мы с вами будем просматривать именно инструкцию то есть подготовленную презентацию в настоящее время сайт находится вы знаете в разработке да то есть сейчас наши специалисты готовят все к запуску какие-то моменты могут перегружаться то есть идет активная работа сервисом и чтобы у нас не возникли какие-то сложности при живой демонстрации да мы с вами пройдемся именно по инструкции ну и в этом тоже есть свои плюсы да то есть вы будете знать как ей пользоваться как ориентироваться лучше и безусловно после окончания мероприятия мы кроме этой записи кроме вебинара мы также будем распространять и версиям этой инструкции в различных форматах инструкция подготовлена и начинается содержание то есть например если вас интересуют только какие-то конкретные процессы вы можете кликнуть на соответствующие записи в содержании и сразу оказаться именно в том разделе который вас интересует то есть содержание именно содержание именно использованы гиперссылки которые позволят быстро перейти в тот или иной раздел инструкция достаточно объемно этом больше 60 страниц но пускай вас не пугает такой большой объем информации мы просто законспектировали скажем так визуализировали каждый шаг каждый клик который вам необходимо сделать но на по факту в жизни конечно все будет происходить гораздо проще да то есть вы за несколько секунд кликами переходите на экран то есть презентации этому может быть посвящено две страницы исключительно для того чтобы пользователям с любым уровнем знаний до в области покупок в интернете регистрации на различных сайтах было все понятно и у вас была соответствующая пошаговая инструкция поэтому объема не пугайтесь все на самом деле просто для дистрибутора тяньше нужно зарегистрироваться ввести номер в определенном разделе сайта сделать покупку на этом все вот все остальные моменты вы можете уже изучать в спокойном режиме когда когда у вас будет для этого время но видите достаточно объемные объемное содержание и с возможностью перехода к необходимому разделу как я уже сказал и мы с вами начинаем с такого важного раздела как регистрация мы отдельно посмотрим сначала все процессы связанные с веб-версии то есть именно с сайтом jtmm.ru потом аналогичные процессы будем смотреть как их можно сделать в приложении да то есть в приложении на мобильном на вашем мобильном устройстве в зависимости от того что вы чаще используете где вам это будет удобнее делать поэтому какие-то шаги будут продублированы и в одном и в другом разделе но тем не менее как я уже сказал наша задача была именно предоставить вам очень подробную пошаговую инструкцию для кого это все очень просто пожалуйста тоже отнеситесь к этому процессу с вниманием когда вы будете делать все вживую у вас это как я уже говорил займет мало временем и так первый первый у нас слайд регистрация на сайте jtmm вот после ввода в адресные строки этого адреса jtmm.ru вы оказываетесь на стартовой странице после чего вы переходите в правый верхний угол где есть изображение с надписью аккаунт один клик на этом месте интерфейса у вас открывается всплывающее меню да вот здесь вы видите уже на стороне на второй картиночке и вы нажимаете по надписи регистрация следующий экран выглядит таким образом здесь достаточно много информации сейчас с вами последовательно все посмотрим также мы этот экран разделили на две части поэтому какая-то первая его часть у нас на первом слайде потом мы на следующем слайде презентации посмотрим оставшиеся пункты меню и так вы вводите под пунктом 5 вы выбираете страну чуть раньше вы можете выбрать опцию регистрация через sms если вы хотите использовать именно такой способ подтверждения и авторизации да то есть через мобильный телефон если он у вас находится под рукой наверное это будет даже удобнее если вы привыкли подтверждать до регистрацию по электронной почты и хотите именно чтобы электронная почта была вашим основным контактом и логином при авторизации на сайте соответственно вы вводите адрес электронной почты то есть еще раз повторю если по мобильному телефону сразу переключаетесь на регистрацию посредством sms если через через электронную почту ничего переключать не надо по умолчанию именно такой режим выставлен то есть вы выбираете страну далее вводите например адрес электронной почты или номер мобильного телефона если регистрируетесь с помощью этого способа далее здесь это у нас под номером 7 идет вы вводите пароль тут тоже необходимо помнить ну в принципе есть соответствующие надписи напоминания но прогул давайте это проговорим в пароле должно быть как минимум одна заглавная буква и одна цифра пароль разумеется вводится латиницей цифры обычные а далее что мы делаем на следующей страничке мы с вами сейчас посмотрим пароль вводится два раза так же как это происходит у нас при любой регистрации наконец следующий следующий пункт крайне важен поэтому здесь пожалуйста максимум к ним внимание если вы являетесь дистрибьютором тяньши и зарегистрировали зарегистрировали один номер до 17 декабря в данном поле необходимо указать номер из текста ниже то есть здесь мы указываем код пригласившего нас лица ни в коем случае не указывайте номер своего наставника в компании тяньши система не примет такой номер да как это сделать как завершить регистрацию именно как дистрибьютор мы с вами как я уже анонсировал неоднократно сегодня будем проговаривать вот но здесь надо именно на экране регистрации запоминаете что вы если являетесь дистрибьютором тяньши просто указываете номер который выводит система в соответствующем сообщении далее следующий пункт отправить код подтверждения для отправки проверочного кода то есть если вы используете email после нажатия на эту кнопку проверочный код придет вам на электронную почту если вы регистрируетесь и вводите в качестве основного логина номер мобильного телефона то проверочный код придет вам в sms также как это происходит во многих сервисах в сети интернет после чего вы подтверждаете ну безусловно в идеале нужно ознакомиться с правилами и политиками компании и если вы согласны вы подтверждаете поставив галочку и на нашем скриншоте это пункт 13 после чего подтверждаете ввод информации нажав на кнопку продолжить и на этом скриншоте это пункт 14 и далее крайне важная информация для наших существующих партнеров дистрибьюторов тяньши если предыдущие шаги выполнены верно на этом этапе регистрация считается пройденной но если вы являетесь дистрибьютором тяньши и зарегистрировали свой айди номер до 17 декабря вам необходимо выполнить еще один шаг для подтверждения этого льготного статуса для этого вы нажимаете опять на иконке аккаунт после чего вам необходимо кликнуть уже ну по умолчанию изображение не установлена потом мы с вами посмотрим как добавить фото мы просто кликаем здесь на своем логине как это показано на скриншоте и после этого переходим вот в такой раздел нашего сайта в данной опции по умолчанию выведен экран который вы видите перед собой но тем не менее вы можете также дополнительно подтвердить это нажав на разделе информация об аккаунте либо информация о счете что есть у нас на этом экране мы мы с вами посмотрим на отдельном слайде но сейчас я привлекаю вас внимание ваше внимание именно к нижней части этого экрана где у нас располагаются окна под номерами 18 и 19 это вот уже последовательный номерах шагов которые выполняет и продолжает выполнять дистрибьютор тяньши для регистрации под номером 18 то есть вот в этой области вы вводите свой айди номер в окошке которая подписана номер 19 вы вводите номер своего наставника в компании тяньши номер айди номер конечно же тоже в компании тяньши если вы все ввели верно ну я прошу вас не пугаться не запоминать расположение там четко очень конечно же система уже практически на 85-90 процентов локализована везде есть русские обозначения вы без труда этот раздел нашли бы и без моей помощи я лишь просто как уже многократно говорил хочу убедиться что вы четко будете понимать что делать системе то есть вы ввели допустим все правильно нажали на кнопочку сохранить и ваш льготный статус точнее первый шаг для его подтверждения будем считать что уже выполнен напоминаем что для подтверждения льготного статуса помимо вот процесса регистрации которая на этих шагах у нас считается уже для дистрибьютора тяньши закончена необходимо сделать закупку на сумму не менее 20 баллов в первые три месяца но об этом мы с вами говорили я лишь напоминаю что это не все что нужно сделать для активации полноценной активации вашего аккаунта ну и давайте теперь перейдем уже к такому обзору именно обзору может быть не очень подробному на но на этом этапе мы не хотим перегружать вас лишней информацией поэтому остальные опции личного кабинета уже просмотрим таком дайджест режиме и так возвращаемся к ради к разделу аккаунт только что мы с вами смотрели как добавлять свой айди номер тяньши номер своего наставника для активации статуса и сейчас посмотрим что еще у нас есть на этом экране но мы здесь на первых на первом скриншоте просто повторяем как мы должны попасть в этот раздел вы кликаете кликаете на надписи аккаунт затем кликуете кликаете по своему логину и у нас открывается такая уже знакомая по предыдущим слайдам картинка где есть следующая информация с левой стороны у нас расположен список модулей где мы переключаясь по различным разделам будем переходить и правая часть у нас будет изменяться соответственно предоставляя ту информацию которую мы выбрали с левой стороны ну и давайте чуть подробнее что у нас есть на на этом слайде вы можете добавить свою фотографию у нас под пунктом 1 идет вы можете задать свое имя которое совершенно не обязательно но желательно должно совпадать с вашим реальным да ну это другими словами здесь задаются никнейм полное соответствие вашего имени будет критично при заполнении адреса доставки где вы указываете это уже точно имя как получателя да при выводе средств до при выводе вознаграждения бонусов безусловно также важно именно ваше полное настоящее имя здесь вы можете в принципе задать просто никнейм да как это также присутствует в аналогичных сервисах выбор пола является не критичным система не будет вас обязательно просить это сделать но мы рекомендуем заполнить также эту графу далее вы вводите электронную почту если ваша электронная почта не была использована как основной логин при регистрации ну соответственно такая же опция по номеру мобильного телефона если он не был использован как основной логин при регистрации вы можете здесь указать его дополнительно если электронная почта или номер мобильного телефона были использованы то здесь они будут уже закреплены Они введены и по текущему состоянию интерфейса их уже нельзя будет изменить, поскольку, как я уже говорил, это является вашим главным логином. Под номером 6 располагается строка с кодом приглашения, то есть с вашим идентификационным номером в системе JTMM. Нажав на кнопочку копию, можно быстро скопировать. О том, как использовать реферальную ссылку, которая здесь у нас есть под номером 7, мы посвятили этому отдельный раздел нашей инструкции об этом. Мы чуть позже с вами пообщаемся. И под номером 8 на этом слайде представлен раздел, который мы с вами чуть раньше уже рассмотрели, поскольку это было критично важно именно для регистрации. Поэтому и рассматривали мы его именно в том блоке. То есть это ввод ID номера, вашего ID номера в Тяньши и ввод ID номера наставника. Уже теперь подробно не останавливаемся, просто подчеркиваем, что это тот же самый экран. Следующий раздел, раздел аккаунта, то есть блока аккаунт, называется информация о статусе. Здесь все предельно просто. Смесь цифровой информации, графики. Здесь можно получить информацию о своем текущем статусе, о набранных баллах. То есть вот в таком виде данная информация здесь будет представлена. Следующий раздел, заказы, тоже немаловажный раздел для просмотра истории покупок. Здесь можно применить различные фильтры, оплаченные, неоплаченные, отправленные, либо полностью выполненные, то есть доставленные, полученные. С возможностью выбора по дате, по различным статусам и так далее. То есть вся необходимая информация именно по заказам. Следующий раздел, команда. Здесь мы сможем получить информацию о структуре приглашенных участников, об их статусах, ID номерах, общих сумм баллов и так далее. То есть, ну, так же будет представлена контактная информация, которую они указали при регистрации. Следующий раздел, ваш адрес. Это уже чуть более важно именно для первых шагов. Вы можете заполнить адрес либо заранее, как раз перейдя в аккаунт, ваш адрес, добавить новый адрес, как показано на скриншоте. Либо, если вы, например, этого не сделали, то при оформлении покупки система предложит вам это сделать уже в соответствующем диалоговом окне, который появится в процессе приобретения продукции. Ну, допустим, вы это делаете заранее и выглядеть этот процесс будет следующим образом. То есть, после перехода на ваш адрес, добавить новый адрес, появляется вот такой экран, где все относительно стандартно, но все равно давайте с вами проговорим. Под пунктом 1 вы уже указываете четко свою фамилию, имя, отчество. Это можно сделать кириллицей, да, потому что при доставке в любом случае эта информация будет копироваться, вставляться, поэтому можно заполнять это поле кириллицей. Далее, под номером 2 вы вводите номер своего мобильного телефона, предварительно сделав переключение на страну. Сейчас это Россия или Казахстан. И в следующем блоке мы вводим уже информацию о стране и населенном области, населенном пункте и так далее. То есть, первый клик это Россия или Казахстан выбираете в первом окошечке. И потом, в зависимости от вашего выбора, который вы сделали в первом окне, система уже, соответственно, будет предлагать вам варианты, из которых вам также надо будет выбрать либо область, потом город, либо, ну, в случае, вот в данном случае была указана Москва, то Москва у нас везде и в одном и в другом окошечке выбрано. Ну, здесь могут быть варианты, но в любом случае все интуитивно понятно, система постарается не дать вам ошибиться. В следующем окне под номером 4 вы заполняете ады, улицу, дом и номер квартиры. Ну, соответственно, вы, если ранее пользовались доставкой товаров, вы понимаете, что отправитель копирует из этих ячеек информацию, маркирует продукцию, ну, соответственно, эта информация будет указана как адрес получателя и как информация о получателе. Под пятым пунктом вы вводите почтовый индекс и, если проверка введенной информации вас устроила, вы считаете, что все ввели верно, нажимаете на кнопочку «Подтвердить» в нижней части экрана. Ну, на этом процесс ввода данных по адресу доставки у нас завершен. Также здесь, привлекая ваше внимание, есть адрес для выставления счета. Это не адрес для какой-то корреспонденции в бумажном виде, который будет вам приходить, но это скорее стандарты указания и контактной информации, да, то есть некий стандарт. Поэтому здесь вы можете просто продублировать информацию, которую вы предоставили в поле «Ваш адрес». Следующий раздел блока «Аккаунт» называется «Баллы». Здесь также есть возможность по фильтру выбрать определенный период и получить определенную статистическую информацию. Важный раздел называется «Кошелек». Сегодня мы вам даем обзор лишь этого модуля. Чуть позднее будет составлена уже подробная инструкция по выводу вознаграждений. Здесь у нас к этому процессу привлечен партнер. И по готовности эту инструкцию мы вам обязательно передадим. Ну, раз уж мы сейчас заговорили с вами о вознаграждении, я еще раз напомню информацию, которую мы вам рассказывали ранее. Вознаграждение может быть ожидаемым, то есть в момент, когда проходят закупки. Если мы берем обычную стандартную работу системы, когда это уже все происходит онлайн, что происходит в первый месяц, мы с вами проговаривали, да, то есть после первого месяца, допустим, закупки совершаются уже в обычном режиме. Начисление вознаграждения происходит в режиме онлайн. И вот в этом окошечке на скриншоте, оно маркировано цифрой 2, отображается ожидаемый доход, то есть тот, на который вы можете рассчитывать. После того, как покупатель получил заказ, после того, как истекло время, отведенное для возврата такого товара, вознаграждение, ну, это 2 недели, да, как вы помните из предыдущих наших вебинаров, вознаграждение из ожидаемого переходит уже в статус готового к выводу, да, то есть здесь оно отображается у нас уже под цифркой 1 в данном блоке, который называется кошелек. Следующие разделы, разделы 3 и 4, здесь вы можете получить определенную такую статистическую информацию, да, баланс своего счета, статистика вознаграждений с выбором по датам, то есть, ну, определенную справочную информацию. И, наконец, блок, который отмечен здесь, на этом скриншоте под цифркой 5, уже показывает ваше вознаграждение, разделенное по видам вознаграждения, да, вы знаете, уже наверняка должны быть знакомы с нашей терминологией, бонус за приглашение, командный бонус и лидерский бонус, то есть разбивка вознаграждения именно по видам этого вознаграждения в JTMM. Ну и под шестым номером на данном скриншоте располагается кнопочка вывести, нажав на которую, уже инициируется процесс, скажем так, некие диалоговые окна, которые подскажут вам, каким образом происходит вывод вознаграждения. Следующий раздел называется «Купоны». Здесь тоже мы вам даем пока обзорную информацию, как их использовать, за что они будут начисляться. Это все мы расскажем уже после запуска. Пока лишь обзор. То есть в соответствующем разделе мы можем посмотреть активные наши купоны, даже использованные купоны, посмотреть, что предлагает, какие преференции предложит тот или иной купон, ну и так далее. То есть всю информацию, которая касается купонов. Следующий раздел здесь все очень просто. И на этом этапе тоже я попрошу извинить меня за то, что в презентации у нас представлены вот такие вот некоторые фотографии. Вы понимаете, что инструкцию готовили по демонстрационной версии сайта. Мы, конечно, могли дождаться его полной готовности, только тогда сесть за инструкцию. Но в этом случае, боюсь, не получилось бы представить эту информацию вам именно сегодня. Поэтому некоторые изображения будут выглядеть в таком размытом, нарочито размытом виде. Это тестовые продукты, тестовые изображения, которые мы не могли, тем не менее, не использовать, чтобы каким-то образом вам структуру показать. И сайт, и некоторых его разделов. Но, тем не менее, не все выглядит идеально. Итак, история просмотров. Здесь мы можем получить информацию о тех товарах, которыми мы интересовались, которые просматривали, по которым кликали в процессе изучения сервиса. Список желаний. Здесь, в свою очередь, находятся товары, которые мы отметили как избранные, которые нам понравились, сделали соответствующий клик и добавили их в список желаний для последующего тоже их использования либо приобретения. Раздел «Вход» и «Безопасность». Здесь основное, что должно заинтересовать пользователя сервиса, это возможность изменить пароль доступа к своему аккаунту. И раздел «Заявки» и «Комментарии» у нас содержит нашу информацию о коммуникации с компанией, то есть какие-то заявки, которые мы отправляли, например, на возврат товара. Ну, то есть в этом разделе можно будет такую информацию получить в сводном виде. И следующий момент – это просмотр информации о товарах, также приобретение товаров. И напоминаю, что сейчас мы именно изучаем веб-версию, то есть сайт jtmm.ru. Итак, каким образом осуществляется поиск продукции? Ну, это как минимум тремя стандартными способами можно осуществить. Можно под цифркой 1 на скриншоте помечено, можно перейти в рубрикатор, в разделы и выбрать соответствующую категорию, которая нас интересует. Мы можем набрать наименование товара в графе поиска, ну, целиком, либо частично, и, соответственно, нажать на поиск. Либо, что является наиболее простым решением, просто скроллить страницу вниз, прокручивать ее в направлении вниз, и все товары также будут последовательно представлены. В случае, если мы переходим уже в раздел конкретного товара, то есть, допустим, кликнули по какому-то товару, который нас заинтересовал, мы получаем вот изображение в следующем виде, но все, кроме, безусловно, изображения товара, тестовое изображение. И информация, которая представлена уже на этом экране, дает нам следующие данные. Вот под номером 1, то есть, первая цена, которая помечена надписью «Премиум», это стоимость продукции именно для вас, с учетом скидки по статусу, и указывается цена, как вы видите, в евро и в местной валюте. Под пунктом 2, то есть, следующая строчка, это стоимость продукции для статуса клиент. Вы помните, что это начальный статус, то есть, это такой аналог розничной цены в компании Тяньши, то есть, здесь отображается цена для пользователя с уровнем клиент. И в следующей третьей строчке вы видите информацию о сумме скидки, о количестве начисляемых при покупке баллов, то есть, все, как вы успели заметить, максимально прозрачно. Под пунктом 4 на данном скриншоте располагается опция использования купона, если они доступны в настоящее время. Под цифрой 5 вы можете отрегулировать количество приобретаемого товара. И под цифрой 6 на данном скриншоте представлена информация о доставке. В случае наличия нескольких вариантов, соответственно, вы сможете сделать выбор. Но пока, насколько я понимаю, такого выбора нет. Но также хотел бы вам напомнить, с радостью поделюсь этой информацией, что доставка у нас бесплатная. И под цифрой 7 на этом скриншоте представлены уже заключительные элементы на этом экране. Это купить сейчас, либо добавить в корзину. Допустим, вы добавляете товар в корзину, переходите потом в корзину для того, чтобы уже приступить к оформлению покупки. Для этого, если вы не перешли с предыдущего экрана, не попали в нее, можете нажать в правом верхнем углу. Рядом с изображением аккаунта у вас есть отображение корзины. Кликнув по этому месту интерфейса, вы попадаете в корзину, где вы можете, по цифре 2, в этом месте вы просматриваете состав заказа. При необходимости добавляете, либо удаляете количество, либо, например, какую-то позицию целиком удалите из заказа, если вам это нужно. Знакомитесь с общей суммой заказа в евро и в местной валюте. Видите, обе цифры здесь представлены. И нажимаете купить, в случае, если вы проверили, и считаете, что все указано верно. Также крайне важно, хочу обратить ваше внимание на это, что на этом экране, в корзине, также указана сумма в баллах. То есть, если вы, например, будете набирать на 20 баллов, убедитесь, что здесь это значение соответствует. Итак, следующий шаг именно процесса по приобретению продукции. То есть, следующий экран выглядит таким образом. Он у нас получается после подтверждения предыдущего экрана. И здесь представлена наша информация об адресе. Адрес для выставления счетов. Мы с вами говорили, что можно продублировать этот адрес. И он может быть одинаковым. Под пунктом 2. То есть, в данном месте вы выбираете способ доставки. Но он, в принципе, выбран на предыдущем слайде. Здесь вам ничего уже не потребуется менять. Под пунктом 3. Выбор способа оплаты. Здесь варианты тоже немногочисленны, но, тем не менее, покрывают большинство возможных случаев. Виза Мастеркард. Под пунктом 4. Вы используете купон или промокод при его наличии. При необходимости, допустим, вы на этом этапе обнаружили какое-то несоответствие, хотели бы что-то изменить, вы сможете вернуться к предыдущему шагу, нажав кнопочки «Внести изменения» в корзине. И это вернет вас на предыдущий шаг. Но если все хорошо, вы подтверждаете, еще раз нажав на кнопочку «Подтвердить» в нижней части экрана. Далее идет ввод стандартной платежной информации. Наверняка вы с этим сталкивались. На всякий случай мы вам сделали небольшую шпаргалку. Если кого-то смутит английский язык, вы сможете в верхнем углу переключить интерфейс на русский. Проверено. Русский есть. Ну и, соответственно, заполнить соответствующие графы, номер карты, имя латиницы, как на карте, фамилия латиницы, как на карте. Далее идет дата завершения срока обслуживания карты. Далее идет проверочный код. И в случае, если вы хотите заполнить карту в сервисе для последующих покупок, вы ставите соответствующую галочку под пунктом 6 на данном слайде. Ну, в этом случае система запомнит все, кроме кода безопасности и при следующей покупке попросит вас ввести только его. Если все шаги выполнены верно, система уведомит пользователя об успешной оплате и выведет соответствующее изображение с подтверждением оплаты, произошедшей. На этом, в принципе, все, что касается работы с сайтом и то, что вам нужно знать на первых шагах, при первом знакомстве с сервисом. И сейчас мы с вами также посмотрим аналогичные действия в приложении JTMM. Я думаю, что уже чуть более в сжатом виде. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это осуществить поиск по магазину приложений в зависимости от того, что вы используете, какую операционную систему вашего мобильного устройства, Android либо iOS. Переходите в свой магазин приложений, осуществляете поиск по кодовому слову JTMM, можно не обязательно большими буквами, можно это делать маленькими буквами, и скачиваете и устанавливаете приложение. После первого запуска приложения вы увидите вот такой экран, как изображено сейчас на скриншоте. Для того, чтобы инициировать процесс регистрации, вам необходимо будет кликнуть на панели управления с надписью аккаунт, здесь под цифркой 1 на этом скриншоте. Далее кликнуть, войти в систему в верхней части экрана. И после этого вы увидите вот такой экран, первый экран с элементами ввода данных нового пользователя. Итак, под цифрой 1, то есть если у нас еще мы рассматриваем вариант, у нас не пройдена регистрация, мы новый пользователь, и под цифрой 1 мы кликаем и переходим уже на страницу регистрации. Если мы уже являемся зарегистрированным пользователем и использовали при регистрации номер мобильного телефона, то, соответственно, мы вводим его сразу в этом поле, вводим пароль и осуществляем вход. Если мы использовали при регистрации ранее номер, прошу прощения, адрес электронной почты, то здесь мы кликаем войти с помощью электронной почты, сейчас здесь перевод на этом скриншоте выполнен не совсем верно, это именно вход с помощью электронной почты. Ну, соответственно, в этом поле уже будет не номер мобильного телефона, а адрес электронной почты. Но напомню, что сейчас нас интересует процесс регистрации, он будет представлен подробно на следующем слайде. Здесь, ну, разве что еще привлеку ваше внимание на то, что также можно авторизоваться с использованием вашего аккаунта в социальных сетях. Ну, а мы продолжаем с вами подробно изучать процесс регистрации в приложении. Мы кликнули на регистрации на предыдущем экране, и далее появилась следующая информация, которую нам нужно запомнить. Под пунктом 1 мы выбираем страну, в данный момент это Россия или Казахстан. Под пунктом 2 мы указываем адрес электронной почты или номер мобильного телефона, если мы будем использовать регистрацию с помощью SMS. Ну, то есть вы видите, все моменты аналогичны тем пунктам, которые мы с вами проговаривали по регистрации на сайте, но выглядят немножко просто иначе и расположены не на одном экране, а на нескольких последовательно появляющихся экранах. Под пунктом 3, если вы являетесь дистрибьютором Тяньши, зарегистрировали один номер до 17 декабря, в данном поле, как мы с вами уже неоднократно проговаривали сегодня, необходимо указать номер из текста ниже. То есть здесь идет у нас фраза о том, что если у вас нету наставника, если у вас нету кода лица, который вас рекомендовал вам присоединиться к платформе GTMM, вы вводите номер из текста, который указан ниже. То есть все-таки еще раз проговариваю, это для новых новичков без наставника и для дистрибьюторов Тяньши, которые осуществляют первую регистрацию, поскольку номер свой дистрибьютора Тяньши и номер наставника указывается в другом месте. Об этом мы вам с вами уже говорили, как это делать на сайте, и скоро поговорим, как это делать в приложении. Итак, вы ввели номер из текста, который указан под этим пунктом, под третьим пунктом. Далее вы знакомитесь с правилами сервиса, нажимаете галочку «Подтвердить» и переходите на следующий экран, кликнув по кнопочке «Далее». Здесь также, как и при регистрации на сайте, вам необходимо будет ввести проверочный код, который был либо отправлен по электронной почте, либо как SMS на номер мобильного телефона, в зависимости от того выбора, который вы сделали ранее. Если по каким-то причинам код не пришел, после истечения таймера можно нажать кнопочку «Отправить снова» и будет осуществлена попытка по повторной отправке такого кода. Ну и, наконец, кликнув по кнопочке «Далее», мы с вами переходим на следующий экран регистрации в приложении, где мы вводим пароль, вводим пароль повторно и нажимаем «Сохранить». Для тех, кто по каким-то причинам будет смотреть эту презентацию не сначала, еще раз обращу внимание, что пароль у нас вводится латиницей и цифрами. То есть и в пароле должна быть как минимум одна заглавная буква и одна цифра. Итак, два раза указываем пароль, нажимаем «Сохранить». Если все сделали верно, увидите сообщение от системы о том, что регистрация прошла успешно. Ну и, как вы помните, также осталось одно действие, которое нужно совершить дистрибьютором «Тяньши». Для этого вы переходите в раздел «Аккаунт», то есть на панели управления это правый нижний угол. Далее переходите в раздел «Настройки», кликнув на изображение шестеренки в данном месте интерфейса. Далее переходите в раздел «Профиль», отмечен пунктом «3» на данном скриншоте. И далее также, как вы делали в веб-версии приложения, внизу экрана вы последовательно вводите сначала свой номер дистрибьютора, «Тяньши» кликнув на ID номер дистрибьютора и ID спонсора. В данном случае, возможно, перевод будет один оставника, но суть вы наверняка поймете. Кликнув по данной записи, вы сможете ввести номер наставника. Наставника именно, безусловно, в компании «Тяньши». После выполнения данных операций регистрация считается завершенной. И теперь с вами также дадим небольшой обзор различных модулей приложения на этот раз и также посмотрим, как можно просматривать продукцию, как приобретать ее, заполнять адрес доставки и так далее. Итак, первый раздел, наиболее важный, где сосредоточена основная информация, это «Профиль». Для этого я лишь повторяю просто эти шаги для вас. Вы переходите в закладку «Аккаунт» в элементе управления, нажимаете «Настроечки» и кликаете по надписи «Профиль». Перед вами открывается вот такой экран, и здесь, так же, как и в версии приложения, присутствует следующая информация. Вы можете добавить фото, вы можете ввести номер телефона или электронную почту, если вы не вводили эти данные при регистрации, вы можете просмотреть информацию об ID номере пригласившего вас пользователя, по умолчанию это будет номер, который вы ввели из соответствующей шпаргалки в процессе регистрации. И под четвертым номером имя пользователя, вы помните, что здесь оно совершенно не обязательно должно соответствовать, полностью соответствовать фамилии, имени, отчеству. Это правильность заполнения данных является критичным для адреса доставки и при выводе бонуса. Далее пол, страна, и в нижней части располагается информация, на которую мы отдельно обращали ваше внимание по вводу идентификационного вашего номера и номера наставника. Следующий раздел, который также важен для совершения покупок, это добавление адреса доставки. Как и в случае с веб-версией, вы можете это сделать заранее, как мы сейчас с вами посмотрим на этом слайде, либо, если вы этого не сделали, в процессе покупки система выведет аналогичные экраны, для того, чтобы вы смогли эту информацию заполнить. То есть, либо заранее, либо в процессе покупки любым способом, который вы предпочтете. Это также в настройках. Следующая запись, ваш адрес, кликаем здесь. Далее добавить новый адрес, пункт номер 2. И далее идет та же информация, как мы смотрели по веб-версии. То есть, вводим фамилию, имя, отчество. В данном случае уже полное соответствие. Далее, под пунктом 4 у нас раздел для информации об адресе доставки. Здесь мы начинаем... Это здесь ничего не нужно вводить, это просто название раздела. Вводить информацию мы начинаем под пунктом 5. Также, сделав свой выбор по стране России или Казахстан, область или город, то здесь уже диалоговые окна подскажут вам, сужая выбор до вашего населенного пункта. И по цифре 9 вы вводите наименование улицы, дом и через запятую номер квартиры. Но это лучше делать именно в такой последовательности. Под номером 10 на этом скриншоте вы вводите номер телефона. То есть, даже если вы вводили отдельно эту информацию в профиль или даже использовали для регистрации, здесь все равно нужно указать повторно, так как здесь вводится мобильный номер именно получателя. Для каких-то согласований, если вдруг это потребуется. По умолчанию не должно потребоваться. Пункт 11. Ввод почтового индекса. Пункт 12. Вы можете отметить галочкой опцию «Установить по умолчанию», для того, чтобы этот адрес у вас использовался как адрес доставки по умолчанию. И если все хорошо и вы ввели информацию правильно, вы кликаете «Сохранить» в нижней части экрана. Следующие разделы модуля «Аккаунт» выглядят следующим образом. Вход и безопасность. Здесь вы можете изменить пароль доступа к своему аккаунту GTMM. Код приглашения. Здесь можно посмотреть свой код приглашения, который используется при регистрации привлеченных вами участников. Либо это будет реферальная ссылка, которую я анонсировал, которая будет представлена на следующих слайдах нашей презентации. Под пунктом 3. Здесь у нас находится политика конфиденциальности, информация. Здесь в данных разделах можно будет просмотреть официальную информацию о компании, сопутствующие документы, оферты, политика возврата и так далее. То есть официальные документы. Теперь уже обзорно по другим разделам приложения. Стартовая страница у нас выглядит похожим образом, как вы сейчас представлены на этом слайде. Внизу находится такой перечень элементов управления. Здесь вы видите под цифрами от 1 до 5. Первый блок это домашняя страница. То есть при клике на этой области вы попадаете на главный экран приложения, где можно прокручивать ленту с товарами, делать покупки и так далее. Под цифрой 2 у нас находится рубрикатор, то есть разделы, которые можно использовать для перехода в определенную категорию товаров. Под цифрой 3 у нас в приложении есть информация о статусе, количестве приглашенных участников, количестве баллов. Под пунктом 4 корзина, то есть то место, где находятся товары до их оплаты. И 5 аккаунт. В данном разделе содержится информация с настройками, которые мы с вами разбирали. Информация о заказах и бонусах, вопросы-ответы, обратная связь, создание реферальной ссылки. Но об этих всех элементах на следующих слайдах презентации. Ну, давайте посмотрим подробнее раздел аккаунт. То есть стартовая страница. Мы с вами переходили в раздел настройки и изучали и проговаривали модули, которые есть в нем. А это стартовый экран при клике на элементе управления аккаунт. Выглядит вот следующим образом. Под цифрой 1 у нас отображается суммарное количество баллов. Под цифрой 2 отображается ваш код приглашения, который представлен сразу в нескольких модулях, но в том числе и здесь. При клике на этом месте интерфейса вы копируете этот код. Ну, при последующей передаче, если вам это потребуется. Под цифрой 3 находится список избранных товаров, то есть список желаний, товары, которые вы отметили соответствующим образом. В разделе 4 находится информация о купонах. Под цифрой 5 история просмотра, то есть товары, которые вы просматривали в последнее время. Под цифрой 6 кошелек, то есть теми же самыми элементами, как и в веб-версии. То есть здесь все, что касается вознаграждения, его начислений, вывода, ну, то есть любая детальная информация. Она будет представлена также на отдельном слайде. Посмотрим, как это выглядит, в том числе и в приложении. Блок, который отмечен на скриншоте цифрой 7, у нас связан с информацией о заказах. Также с возможностью поиска, с применением различных фильтров и так далее. То есть максимум детализации. Под цифрой 8 раздел вопросов и ответов. Под цифрой 9 раздел реферальных ссылок. Все, мы очень много об этом говорим, никак не перейдем уже к детальному разбору. Это обязательно случится у нас сегодня. Цифра 10 информация о привлеченных участниках, привлеченных вами, безусловно. То есть это информация о команде, объемах продаж и так далее. И под цифрой 11 раздел, который посвящен уже обратной связи, обслуживанию клиентов, детальная информация. Возможность обратиться в компанию, заполнив форму обратной связи, либо узнав адрес электронной почты для такой коммуникации, номер телефона и так далее. И давайте с вами чуть подробнее на таком важном элементе, как кошелек, поскольку, как я уже многократно сегодня говорил, он связан с начисленным вознаграждением, либо с ожидаемым вознаграждением и с возможностями его вывода на представленные реквизиты. Итак, после клика первый раз на этом разделе система выведет сообщение, которое вы сейчас видите под пунктом 2, знакомитесь с правилами, нажимаете подтвердить. И элемент уже главного экрана раздела кошелек выглядит вот таким образом, ну в принципе аналогичным, как и в веб-версии. То есть вы видите ожидаемое вознаграждение, вы видите вознаграждение, готовое к выводу, вы видите элементы, которые вы можете использовать для получения статистики по вашему вознаграждению, баланс, фильтры по времени начисления и так далее. И внизу экрана, вот здесь это отмечено блоком под номер 8, можно ознакомиться уже с детализацией по видам вознаграждения. Бонус за приглашение, командный бонус, лидерский бонус. То есть разбитая по этим трем видам вознаграждения. И, как я уже говорил, когда ознакомил вас с веб-версией инструкции, вернее, с инструкцией веб-версии сервиса GTMM, именно все детали, которые связаны с выводом вознаграждения, вы увидите уже в отдельном информационном материале, сможете с ним ознакомиться, когда это станет актуальным. Продолжаем обзор интерфейса. Также раздел «Аккаунт» и такой тоже немаловажный модуль этого раздела, который называется «Приглашаем друзей». То есть здесь, во-первых, вы сможете еще раз увидеть уже вот в таком виде свой код приглашения, который можно просто скопировать, передать другому лицу. И приглашенный партнер будет использовать этот код как код пригласившего его пользователя платформы при регистрации. Также вы можете создать баннер. Вот такой симпатичный, который у нас есть в правой части слайда, где будет указан ваш идентификационный номер и QR-код для скачивания приложения. Можно выбрать даже различный дизайн такого баннера, сформировать его с помощью этого модуля и сохранить это изображение у себя на телефоне. Либо, допустим, опубликовать этот баннер вместе с вашим пригласительным кодом и QR-кодом в одной из социальных сетей. Но также, возможно, даже более эффективным методом приглашения является ссылка на конкретный товар на платформе. Для этого переходим с вами как раз на следующий слайд и посмотрим, давайте, как это сделать. Сразу скажу, что аналогичным образом это делается и в веб-версии сервиса JTMM. То есть после перехода уже на конкретный товар, здесь видите такое абстрактное изображение, вы, соответственно, будете видеть соответствующий товар, которым вы хотите поделиться. В правом верхнем углу у нас есть изображение такой стрелочки, нажав на который, у нас появляется всплывающее меню, где представлены следующие опции. То есть вы можете поделиться, разместив пост в Facebook, Instagram, VK, либо просто, например, скопировать ссылку для последующей отправки ее любым способом, который вы выберете. В мессенджере, в электронной почте, в обычном сообщении, то есть любым способом, каким вы предпочтете, без ограничения уже по тем социальным сетям, которые здесь представлены. И здесь не изображен следующий экран. Если вы смахнете экран влево, появится еще одна возможность, это сформировать QR-код, который отсканировал, другой участник даже эту ссылку получит. Но теперь, собственно, что же такое реферальная ссылка для тех, кто не знаком с таким понятием. После, допустим, клика по вашему посту в социальной сети, либо кликнув по ссылке, которая пришла потенциальному вашему партнеру, например, в электронной почте, потенциальный покупатель, потенциальный партнер попадает на экран с товаром, который вы ему рекомендовали. После того, как он ознакомился с товаром и, допустим, нажал на кнопку «Купить», система предлагает такому партнеру зарегистрироваться. При нажатии на кнопки «Регистрация» приглашенный посредством реферальной ссылки партнер оказывается на странице регистрации, где код пригласившего его лица уже по умолчанию установлен. И соответствует вашему. То есть, если вы такую ссылку сформировали после авторизации в своем личном кабинете на сайте, либо в приложении, у вас будет возможность создать такую реферальную ссылку, и, переходя по которой, регистрируясь, потенциальный партнер будет это делать уже под вашим номером. И, соответственно, после завершения процесса регистрации, такой участник станет членом вашей команды, структуры. Ну и заключительный элемент обзора функций приложения – это просмотр информации о товарах и покупка. Все также интуитивно понятно, но, как вы видите из сегодняшнего нашего события, мы пытаемся все рассказать максимально детально. Выбрать продукцию и добавить ее в корзину вы можете с главного экрана приложения. Для этого необходимо кликнуть по изображению «Домашняя страница» на элементе управления под номером 1 на скриншоте представлено. После чего в главной части экрана вы видите уже изображение товаров. На них может быть указано, как VIP-цена, которая соответствует статусу участника со статусом VIP, и так и цена для вас, в зависимости от того, каким образом создан баннер изображения. Но в любом случае более детальная информация о цене уже персонально для вас однозначно будет отображаться при клике по определенному товару, который вас заинтересовал. Здесь это представлено уже как раз на следующем скриншоте. Здесь, как и в случае с веб-версией, первая строчка, мы видим информацию с ценой на товар с учетом вашего статуса и примененной скидки. Следующая строчка, строчка ниже, здесь она отмечена пунктом 4. Указана цена на товар для пользователя платформы со статусом клиент. Далее мы регулируем количество, если это необходимо. Если мы приобретаем один товар, ничего менять не нужно. И нажимаем кнопочку «Подтвердить» в нижней части экрана. Следующие шаги подтверждения покупки выглядят следующим образом. То есть, сама корзина, для того, чтобы переместиться в нее, мы используем соответствующий элемент блока управления. Выглядит следующим образом. Здесь либо одно, либо несколько наименований, которые мы выбрали. Также здесь мы можем регулировать количество, плюс-минус, удалять позиции. То есть, все, что нам необходимо. Но если нас все устраивает, да, у нас устраивает общая сумма в баллах, стоимость в евро, в национальной валюте, мы нажимаем кнопочку «Купить» и переходим на следующий экран. Следующего экрана не будет, если вы ввели информацию об адресе доставки заранее, да, то есть в соответствующем модуле, как мы с вами проговаривали. Если вы этого не сделали, ничего страшного, как я говорил, система напомнит вам о необходимости сделать это, выведет соответствующий экран. И здесь вы по аналогии с теми пунктами, которые мы с вами разбирали, указываете адрес доставки. Следующий, при нажатии кнопки «Сохранить» мы перемещаемся уже на следующий экран. И здесь мы проверяем ранее введенную информацию, изменяем способ доставки, если такие опции будут доступны, ну, либо просто знакомимся с выбором, который мы с вами сделали ранее. И еще раз подтверждаем свою готовность приобрести продукцию. И на следующем экране система также попросит ввести вас стандартную платежную информацию. Здесь я не буду заново проговаривать эти элементы. Они подписаны соответствующими номерами. Ну, и вы наверняка это уже неоднократно ранее делали при покупках в сети. Если вдруг нет, естественно, на самом экране есть подсказки, которые помогают вам понять, что именно нужно заполнять в конкретном поле. Ну, и на всякие случаи также есть подсказки в данной инструкции, где какую информацию необходимо вносить. Также вы можете сохранить свою карту, часть платежной информации для повторных покупок, для того, чтобы не делать это впоследствии. Ну, и если вы все сделали верно, нажали на кнопочку Pay Now, либо купить, заплатить в русскоязычной версии этого интерфейса, вы либо получите сразу сообщение о подтверждении оплаты, либо иногда платежная система может попросить ввести вас код, который отправит на привязанный номер телефона. Здесь бывает и так, и так, уже проверено. Поэтому будьте готовы к двум вариантам развития событий. Это тоже не является такой какой-то уверен для вас новой информацией. Ну, и на этом обзор основных функций, обзор тех шагов, которые вам необходимо знать, понимать при регистрации, при указании определенной контактной информации, адреса доставки, покупки продукции. Мы с вами сегодня проговорили достаточно подробно. К сожалению, не получилось это сделать в режиме онлайн, но, как мы сегодня уже говорили, это никак не связано с нашими возможностями. Скорее всего, это общая неисправность сервиса. Тем не менее, я уверен, что вы эту запись смотрите уже сегодня и своевременно получите всю необходимую информацию для того, чтобы завтра пройти процесс регистрации, оформить свои первые покупки и стать первыми пользователями системы. Вы помните, что для дистрибьюторов Тяньши комфортным временем регистрации является именно первый месяц, несмотря на то, что сохраняется у вас эта возможность в течение трех месяцев активации льготного статуса. Именно в первый месяц это будет сделать максимально комфортно, потому что расчет вознаграждения пройдет только по истечении 30 дней и не нужно будет соблюдать какую-то четкую последовательность регистрации в самой структуре. То есть обязательно сделать это именно в первый месяц. Ну и призываем это делать тоже не в конце этого месяца, а уже сразу при полной работоспособности нашего сервиса делать это именно первые дни, потому что чем быстрее вы закажете, чем быстрее закажут ваши партнеры, тем быстрее вы получите продукцию, тем быстрее истечет срок, который отведен системой расчетов для возврата товара, и тем быстрее будет начислено вознаграждение. Поэтому да, у нас есть несколько основных точек, это месяц, три месяца и так далее. Не буду в четвертый раз проговаривать, что они значат, скажу лишь, что и даже окончание этого месяца дожидаться не стоит, делайте это сразу. Я благодарю вас за внимание и желаю всем нам успешного запуска проекта, очередного проекта компании Тяньши 17 декабря. Ждем вас завтра в эфире, не забудьте и всего доброго. До свидания.